Всем привет, девчонки! Сегодня я снимаю запланированное давно уже видео о готовых работах с января, февраля и марта за три месяца. Да, но ничего я не снимала, потому что особо показывать было нечего. И да, если на меня будет падать солнечный свет, то видео будет пересвеченным. Я постараюсь в редакторе что-то сделать, но ничего поделать не могу. В самый ненужный, скажем так, момент, хотя я очень рада солнцу, оно вышло. И я уже закрыла как только можно все жалюзи, но все равно сюда падает солнечный свет, и видео, скорее всего, будет пересвеченным. Поэтому будем редактировать, насколько это возможно. Но другого времени и настроения я ждать не хочу. Пока у меня есть настроение, сегодня я снимаю. Хочу вам сегодня рассказать о тех проектах, которые я закончила. Началось это все в январе, наверное, со снуда. Связала я снуд для заказчиц. Она меня попросила, дала мне пряжу. Я не люблю такие, честно говоря, работы из какой-то пряжи, которую уже распустили. Вязать это был стопроцентный акрил, но работа получилась довольно неплохая. Снуд я привела в такое максимально хорошее состояние. Пряжа была воздушная такая, поэтому получилось очень даже неплохо. Заказчица осталась довольна. Дальше я связала себе варежки и шаль. Варежки, вот они у меня, беленькие. Это анатомическое закрытие пальчика. Вот так это выглядит. Сейчас я надену, покажу. Это Ботта Паула Аврора. Я вязала из нее берет и я брала на комплект берет, бактус и варежки. Думала, хватит ли мне на варежки. Хватило, еще осталось. Вязала я ее в шесть нитей и плюс еще одна нить махера. Вот такие они пушистые получаются, такие девичьи-девичьи. Я о таких мечтала давно. Вот, теперь у меня есть варежки. Еще ни разу не довелось выгулять. Очень мне нравится. Можно носить вот так. Можно еще подвернуть резинку и будет... Я итальянским способом набирала резинку, поэтому она эластичная и будет вот такая вот варежка. Очень они мне понравились. Вязать им было очень легко. Вот такие вот. И очень удобно. Потому что обычно вот так вот закрывать, обычным таким стандартным способом закрывать, мне было неудобно. Я распустила... Вот моя рука. Вот указательный, а вот у меня где мизинец. Поэтому для моей ладони это было неудобно. Я вот симпровизировала вот так вот. Начала закрывать. Я сниму видео, наверное, для таких, как и я. Чтобы было удобнее носить, я связала под себя. Расскажу в видео, как закрывать. Ну и здесь, в принципе, просто все. Дальше была шаль. Шаль я вам вставлю фотографию. У меня есть в инстаграм фото. Я вам покажу. Кончик до сих пор у меня не заправлен. Хотя я ее уже носила один раз. Я сейчас закрою себя, чтобы показать. Я вам вставлю, наверное, фотографию этого узла. А носится она вот... А носится эта шаль по типу бактуса. Она небольшая. Так, мне не видно ничего. Но я надеюсь, что там все в порядке. Вот так вот. Теперь у меня есть берет. К моему берету, кстати, я это все вязала. Есть шаль. Я ее, кстати, планирую носить весной. Также с пальто. Здесь тоже две нити. По-моему, 800 метров у меня идет. Там этот меринос. И одна нить ангора. Варежки. Шаль эта называется триана. Она вот с такими... Вот с такими пико идет. Очень красивая. Она мне понравилась. Описание можно найти в свободном доступе. Я забыла еще сказать о шапке, которую я связала на заказ. Из... Постоянно забывала, как называется эта пряжа. Ой, Зейна Баруфа. Экстраджелонг что-либо. Сиреневого цвета, красивого такого. Шапки, естественно, у меня уже нет, потому что ее уже давно-давно эксплуатируют. С удовольствием в нос. Ну, я вставлю фотографию. У меня осталось фотографии. Шапочки с косами. Очень хорошая, теплая шапка получилась. Классная. Пряжа после стирки покрылась нежнейшим пушком. Настолько она раскрылась. Я просто в шоке. У меня еще осталась эта пряжа. Ну, там... Я думала связать с нее себе шаль. Я себе купила косуху. Она ко мне идет. Я хотела на весну черную косуху и сиреневую шаль. Ну, с такими какими-то интересными узорами, чтобы это сочеталось. Немного необычную. С какими-то острыми, такими путанными переплетениями. С острыми... С острой каймой какой-то. Такую вот интересную шаль. Я буду думать над этим. Дальше у меня было платье. Платье я покажу сейчас. Это интрига была моя. Я вязала его из меланжа. Из меланжи я делала градиент. Сейчас оно все у меня не поместится. Я вставлю... Все сейчас оно в кадр не поместится. Я вставлю фотографию на себе. Ну, вот, насколько смогу, покажу. Оставалась у меня пряжа. Я заказывала себе изначально на платье. И с нее я связала мужу жилет. Я оставлю ссылку на это видео, где я говорила, что я еще не знаю. Но, скорее всего, буду вязать мужу жилет. Это была красивого, бомбезного цвета. Синего бота-паала Нью-Джи-Лонг. У меня осталось этой пряжи много. Я связала жилет. Я ее использовала сюда. Потом для этого платья мне посетила такая идея связать градиент меланжи. Здесь я использовала три цвета, но получилось четыре перехода. Сначала это было больше того синего, который Нью-Джи-Лонг. Для него я до заказала темно-темно-синего, такого чернильного цвета, 350 грамм пряжи. Честно говоря, я не знаю, сколько у меня здесь весов. У меня нет весов, не могу бы свесить. Но платье такое, мне кажется, если будет полкилограмма, хорошо, может быть, даже меньше. Экономичный расход, оно такое, на весну и зимой можно его носить. Я думаю, весной я его еще поношу. Вот такой вот рукав получился, сейчас покажу. Вот такой вот рукав. Вот такого чернильного. И если присмотреться на цвет, он даже меланжевый сам по себе. В общем, получилось очень хорошо. Я бы сказала, то, что я задумала, получилось, да. Обычно я задумываю одно, в процессе что-то другое, потом что-то третье получается в итоге. В процессе переигрывается, что-то додумывается. Фантазия работает. Ну, это, наверное, исключение. Получилось то, что я хотела, то, что я себе рисовала. Но оно прямое, и не в обтяжку, но особо, и не слишком свободное. Но мне очень нравится это платье. Вот такая вот горловина, не сильно глубокая. В самом низу оно уходит в черный цвет. Очень красиво у меня в итоге получилось. Мне очень нравится. И так было задуманно, я хотела еще пришить по низу кружево. Такое, знаете, вот как сейчас модно. Такое широкое, красивое кружево. Но в итоге я подумала, что либо это кружево сделать съемным, а это практически невозможно. Либо же это платье сделать более универсальным. Такое casual, которое можно и под колготки, и сапоги. То есть оставить его в таком варианте. И под колготки с сапогами высокими, например. С леггинсами и с ботинками такое. В стиле casual и под косуху можно. Можно создать образ более универсальный. Поэтому решила я оставить так. Если надоест, то можно пришить к низу кружево. И будет очень красиво. Я уверена. Ту пряжу, которую я дозаказывала 350 грамм, но мне она не очень понравилась. При стирке она не раскрылась. Еще у меня осталась такая же молочная пряжа, как я вязала свой комплект шальбактус и варежки. На шапочку, вот такую весеннюю. У меня еще здесь кончик не заправлен. Такое немножко биня. Она чисто меринос. Здесь я вязала в 6 нитей. Долщина, по-моему, полторы тысячи метров. Вот так вот она выглядит. У меня на самом деле ничего не видно. И хочу сказать, что разочарована я этой пряжей немного. Если ее использовать в 8 нитей, она очень хорошо ложится. Она, скорее всего, не будет пеленговаться. При стирке она очень плохо раскрывается. Такой небольшой пышок выпускает. Ну, на любителя, скажем так. Ну, это неплохо, наверное. Просто я вот больше люблю пряжу, которая... Эта шапочка, кстати, очень тонкая. Пряжу, которая раскрывается. Очень нежно становится. Теплый, согревающий такой. Эта шапочка на весу. Она очень тоненькая. Вот буквально на последние холода, когда еще будет такой весенний ветерок подувать, можно будет ее носить также с этим бактусом. Набирала я петли итальянским набором. Повозилась, честно говоря. Вязала я ее на двойке, начинала резинку. А саму шапочку вязала на тройке. Вот. Закрывала я своим любимым способом. Честно говоря, я не знаю, как он называется. Ну, делим на 4 части. И вот вдоль одной петли к ней по 2 петли мы вот так вот наклоняем. Ну, в общем, я оставлю ссылку на видео. Там показано, рассказано, как закрывать шапочку. Я вот пока все свои шапочки закрываю таким способом. Ну, кроме берета, там немножко по-другому. Но принцип тот же. Ну, вот и все, девчонки. Я рассказала о всех проектах, которые были связаны за последние 3 месяца. Сейчас в работе уже новая. Я летом вяжу из зимней пряжи. Меня это не останавливает. Меренос я обожаю. Он не жаркий, не колючий летом, не колкий. Поэтому я без проблем вяжу летом, на осень, на зиму. Но только вот шапки почему-то оставляются всегда на последний момент. Есть у меня еще планы вязальные. Буду я вязать, работать. А вас прошу написать в комментариях, вяжете вы летом из зимней пряжи. Или вы предпочитаете вязать из хлопка, шелка, может быть, еще из какой-то пряжи. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно почитать. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик в правом верхнем углу канала, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь ненадолго. До следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на канал.